А сейчас мы заслушаем доклад Анны Александровны Шиян «Сознание как усмотрение смысла, феномиологический подход». Ну, наверное, оттуда лучше. Кажется, это лучше из соображений съемки. Большое спасибо организаторам, что вывезли нас сюда, в Нальчик, второй раз. Спасибо организаторам на месте, которые очень много сделали, чтобы конференция состоялась. Но прежде чем перейти к своему докладу, я не могу не откликнуться хотя бы пару слов на пленарный доклад Андрея Вадимовича, тем более немного в тему. Речь идет о двух схемах, которые представляют непроцессуальное мышление и развитие. Вот что я обращусь ко второй схеме, когда есть точка, условно, халиф и линии в разные стороны. Так вот, эта схема также присутствует в европейском мышлении и уже ближе к докладу она отражает развитие феноменологии Гуссерля. Есть Гуссерль и множество направлений, множество векторов, причем они абсолютно с друг другом не взаимодействуют. Если начинаешь анализировать, чему-то друг другу противоречат, чему-то не противоречат, но между ними может не быть ни одного общего понятия, даже интенциональности, даже смысла, даже сущностной интуиции. У одних есть, у реалов и намного, у других нет вообще ни слова про это. Все прекрасно существуют, редко когда спорят. Но от каждой точки идут свои вот эти вот линии развития. Ну все основные этапы, они ссылаются на Гуссерля, на какой-то там кусок его текстов, ну как халиф. Халиф дал направление. Я давно это осмысляла и поняла, что вот схема, которую представил Андрей Вадимович, ну вот работает здесь. Ну и другие примеры могу привести уже, наверное, потом о том, как схемы непроцессуального мышления функционируют в европейской культуре. Это не редкость и в мышлении, и в организации, и потом мы поговорим. То есть вот это сразу пришло в голову. Итак, теперь перехожу к докладу. Развитие феноменологии обычно задается двумя крупными фигурами. Гуссерлям, как философом сознания, и Хайдеггером, как философом бытия. Но, однако, разводить эти два проекта, как иногда делается, не совсем оправданно. То есть Гуссерль был не только философом сознания. В своей поздней статье «Амстердамские доклады» он пишет, что тракцентральная феноменология занимается проблематикой мира и наук о мире. И также у него встречается уже в более ранних работах выражение о необходимости прояснить смысл бытия. Прямо словами Хайдеггера. Но синоним смысл бытия у Гуссерля смысл в действительности. И никакого противоречия в этом нет, поскольку доступ к бытию по Гуссерлю нам дает сознание. То есть именно сознание усматривает смысл бытия. Но такие фразы у Гуссерля встречаются редко, но есть. Но прежде всего возникают вопросы, а как сознание это делает? Например, Шпет этого так и не понял, как акты сознания нам дают смысл. И как коррелирует это гуссерлянское усмотрение смысла бытия с его же представлением сознания как поток интенсиональных переживаний. И вообще-то возникает вопрос, о каком смысле бытия или действительности может идти речь, если мир заключается в скобке. Но оставим в стороне Хайдеггера и скажем в скобках, что термин «бытие» у него все-таки остался непроясненным. Это не мое мнение, это мнение коллег-хайдегероведов. И обратимся к Гуссерлю. Гуссерлю все проще. Бытие или действительность – это тот мир, в котором мы живем. Это шире, чем жизненный мир. Это пространственный материальный мир, к которому относятся и вещи, и отношения, и процессы, то, что происходит в мире. Да, у Гуссерля встречается выражение в идеях один «бытие сознания», но выражение смысл бытия все-таки Гуссерлю употребляет в отношении к действительности. И прежде всего, чтобы разобраться, что такое смысл бытия, обращу внимание, что само выражение смысл бытия у Гуссерли – это риторическая фигура. Скорее, корректнее сказать в отношении его философии о разных смыслах бытия. То есть речь идет о смысле актов, суждения, восприятия, о смысле разного типа предметностей. Но о смыслах бытия как целого или смыслах мира – такая задача Гуссерлю ставится в поздний период творчества и намечается лишь пути к ее решению. Вот этого я сегодня касаться не буду. Кроме того, еще маленькое выступление. Мой доклад – лишь одно из возможных представлений понятия смысла и сознания у Гуссерля. Но оно важное. Пусть это у Гуссерля есть. И надо, прежде чем дальше говорить, я хочу отметить два важных момента. Но прежде всего, как я уже сказала, смысл у Гуссерля нет сознания, а так. Второй момент – значения у него выступают как синонимы. Мы можем нюансы подчеркнуть, но в данном случае нам не важны. Гуссерль впервые говорил о интенциональности, впервые в его классических публикациях, в первом логическом исследовании, при рассмотрении интенционального акта суждения. В суждении Гуссерля выделяет то, что говорится, это смысл или значение суждения, и то, о чем говорится, это предмет суждения. И также выделяет сам акт. То есть мы имеем тройственную структуру – акт, смысл или значение, и предмет. Ну, можно провести пример. Мы говорим, дрозд сел на ветку. Само это выражение, то, что мы говорим, это значение или смысл. То положение дел, которое имеется в виду – это предмет. И сам акт высказывания, ну, это интенциональные акты. Но любимый гуссерльский пример в первом исследовании – это пример с Наполеоном. Мы можем сказать «победители при Ене», можем сказать «побежденные при Ватерлоу». Это два разных смысла, но предмет один. И, что интересно, гуссерль не всегда придерживается своей же собственной терминологии. Так иногда он то, что было значением, может назвать смыслом. Вместо смысла и предмета он может говорить об интендированном предмете и о данном предмете. Например, уже позже в качестве предмета у него могут выступать переживания сознания. Что нам здесь важно, что слово «предмет» у гуссерля имеет максимально широкий объем. Предмет – не только материальные вещи, но это и отношения, и процессы, и суждения, и переживания сознания. Не случайно современный гуссерля, участник его ежегодника Мецгер, назвал феноменологию гуссерля – учение о разного типа предметностях. То есть мы это должны иметь в виду, хотя чаще всего он имеет в виду под предметом материальной вещи, но далеко не всегда. Итак, важно, что интенциональность имеет тройственную структуру в рамках первого логического исследования. Это акт, то, что говорится, и то, о чем говорится. Цель акта суждения – это выражение значения, но при этом акт выражения значения определенным образом подразумевает предмет. И я предлагаю для удобства пользоваться в этом тройственном различии терминологии данное содержание – то, что гуссерля называет чаще всего смыслом, и подразумеваемое содержание – то, что гуссерля называет чаще всего предметом. Но данное и подразумеваемое – это опять же термин самого гуссерля. И здесь важно обратить внимание, что подразумеваемое содержание или предмет – не обязательно материальный, действительный предмет. Это тот предмет, который у нас есть где-то в глубине сознания. Хотя иногда можно подумать, иногда в исследованиях современных пишут, что это материальный предмет материального мира. Но это далеко не так, потому что даже говоря о победителе при иене, мы имеем в виду Наполеона, но имеем в виду, как подразумеваемый в данном конкретном случае, он нам важен как победитель при иене. Самое известное понятие интенциональности – это другое. Его гуссель вводит в первом томе «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», рассматривая на примере восприятие. Интенциональность – это свойство сознания быть сознанием о чем-то или быть направленным на предмет. Именно это определение интенциональности входит во все учебники, словари, и именно оно являетесь широко известным. И что интересно, здесь мы видим двойную структуру интенциональности – акт и предмет, то, на что акт направлен. Можно сказать, что это позитивистское понимание интенциональности, у нас есть некий опыт, есть то, на что он направлен. Никакого подразумеваемого здесь, кажется, не просматривается. Но отсюда возникают вопросы, куда делся третий член, куда делся смысл, куда делся значение. Давайте в этом разбираться. Дело в том, что в разделе первого тома идей, которые посвящены исследованию трансцендентального сознания, которое происходит после редукции, появляется смысл, но исчезает предмет. Итак, для анемиологической установки мы гуссель выделяет акт, называет его наэзой, и содержание акта, или предмет акта, или он, когда не говорит, называет это наэмой. Наэма имеет многие характеристики, в том числе и характеристики в отношении характера и ее полагания, но содержательное ядро наэмы гуссель называет смыслом. То есть смысл – это ядро наэмы. Но очень грубо, смысл и наэма – практически синонимы. Просто наэма включает чуть больше характеристик. И что интересно, в американской философии, второй половины, феноменологической философии, второй половины XX века, уже ближе к концу, разгорелся спор о статусе наэмы, ну или о статусе смысла. Образовалось две партии. Философы западного побережья США, Драйфус, Смит, Полиздаль, Мюллер, которые считали, что наэма является посредником. С помощью которого сознание направляется на предмет. То есть гусселя на самом деле интересует не действительность, а именно смыслы, наэмы. Это так называемая фрегианская интерпретация феноменологии. И в рамках этой интерпретации феноменологическая редукция – это форма интроспекции. То есть мир вообще нас не интересует, мы следуем сознание. А наэма – некий посредник. Но также есть другая интерпретация. В то время, примерно конец XX века, они обозначились, философы, которые ее придерживаются, как философы восточного побережья США. К ним относятся Соколовский, Харт, Драймонд и другие. С их точки зрения, наэма – это сам предмет в его способе данности. То есть наэма – это и есть воспринимаемый предмет. Тогда получается, что наэма и смысл – это содержательно одно и то же, но в разных установках. То есть наэма – это то, как предмет интендирования. И тогда нельзя сказать, что гуссы игнорируют окружающий мир. Я принадлежу к тем исследователям, которые как бы с этой интерпретацией солидаризируются, но сразу надо сказать, что проблему, которую я поставила, куда делся третий член, философы восточного побережья не решают. Они ее также не замечают. Но на самом деле можно найти решение в рамках этой интерпретации, когда наэма и предмет содержательно одно и то же. Имея в виду высказанное ранее замечание, что предмет находится где-то в глубинах сознания, об этом, например, Гуслик пишет в работах в анализах пассивного синтеза, то есть подразумеваемое находится в актах сознания, то мы можем обнаружить подразумеваемое и в актах восприятия. Возьмем любимый гуссвельский пример с яблоней. Например, данность яблони с разных сторон является данностью одной и той же яблони. То есть даже если мы что-то не разглядели, мы примерно понимаем, что там находится. То есть вот именно данность яблони как целая в смутном виде мы удерживаем, как подразумеваемое в нашем сознании. Хотя нам да, но на яблоня конкретной стороны. Вот это, и, кстати, сам гуссль об этом говорит. Об этом говорит. И это подразумеваемое в актах восприятия он называет неким иксом. Икс не потому, что он неизвестен, а потому, что он в ходе нашего опыта, например, в опыте опыта восприятия, конкретизируется и наполняется там разными характеристиками. Вот не хочется сказать свойствами, но в том числе и свойствами. Откуда берется это подразумеваемое? Это отдельный вопрос, в конце чуть-чуть я про него скажу. И то же самое икс сохраняется и в феноменологической установке, где гуссль говорит о наэме, хотя и в неком затушеванном виде. Но, в общем-то, это понятно. Цель тех разделов FDF1, где гуссль исследует наэзис и наэма, это как раз исследование сознания, а не исследование действительности. Поэтому собственный предмет появляется только, например, в идеях 1 гораздо позже, в четвертом разделе, где речь идет о исследовании действительности. Но главное то, что, в принципе, тройственная структура акта суждения сохраняется и присутствует и в акте восприятия. Но, как, впрочем, и в другом акте сознания. Но можно поставить вопрос, почему же ошибались философы западного побережья, которые считали, что наэма – посредник между сознанием и предметом. Ну, я считаю, что причина их ошибки в том числе и методологическая. Дело в том, что гуссль не всегда тематизирует свои исследования сознания как исследования рефлексивные. Не всегда тематизирует рефлексию как метод исследования сознания. А что это означает? То есть, когда он это делает, это означает, что феноменология изучает сознание в естественной установке с точки зрения всеобщих свойств. Когда же он как бы рефлексию отвергнул, не упоминает, то создается впечатление, что центральное сознание – некая модель сознания, которое выстраивает гуссль, и которое абсолютно отлично от того, как функционирует реальное сознание. То есть и то, и другое есть и гуссль. У гуссля просто нам надо выбрать ту или иную стратегию интерпретации и ту или иную методологию. То есть я, например, считаю, что просто методология, которая основывается на рефлексии, на том, что феноменологическая, естественная установка – это одно и то же в принципе, но в разных методологических позициях, она сегодня более продуктивна. Установка, которая основывается на том, что гуссль моделирует действия сознания, скорее всего, нас отсылает к немецкой классике с проблематикой чистого «я», с конструированием этого чистого «я» и так далее. То есть мы имеем набор неких абстрактных понятий, которым трудно найти аналог в реальном опыте сознания. То есть опираясь на тексты гуссля, можно сделать и ту, и другую интерпретацию. То есть наше дело выбрать. Кроме того, вводит, конечно, в заблуждение и сам термин предмет, который гуссль использует. То есть на эмо, феноменологические установки, и на эмо, и на эзис, и данное, и подразумеваемое – все является идеальными. И кажется, что это не имеет никакого отношения к реальной предметности. Ну, это как бы и понятно, поскольку феноменологическая установка имеет дело так, оно и есть. Но аналог предмета в ней все равно сохраняется, как некая точка сосредоточения. И теперь несколько слов о смысле. Что нам дает такое понимание гуссреля и его работы с сознанием? Ну, прежде всего, можно сказать, что предметы, на которые направлены наше сознание, в общем-то, являются смыслами. То есть судить, воспринимать. Предметно – это означает воспринимать осмысленно. И у гуссреля есть такая фраза, что предметы действительности – суть единства смысла. Но это не означает, что гуссрель мыслит субстанциально. Это означает, что он мыслит конкретно, потому что предмет может быть и процесс. То есть то, что нам даны смыслы, означает, что мы воспринимаем, судим нечто, а нечто как нечто. То есть в определенном ракурсе. Мы видим мир в определенном ракурсе с определенной точки зрения. Но еще раз повторю, это означает, что мы видим смысл. Но это могут быть процессы. И сознавать нечто – это значит осознавать осмысленно по гуссрелю. И в рамках такой интерпретации гуссреля нельзя сказать, что сначала мы видим предметы, любые, в том числе и процессы, а потом их осмысляем. Ничего подобного. Это происходит одновременно. Но, увы, в текстах гуссреля есть термин «зингейбунг», который на русский обычно переводится «смысл предания» или «наделение смыслом», который как раз подразумевает то, от чего я открещивалась. Есть некая хилия, это есть тоже у гуссреля, и с помощью акта «зингейбунг» формируется предмет. То есть работа сознания тогда получается конструирование на каких-то основаниях. Но да, вот ту интерпретацию, которую я представляю, это не укладывается. Но скажем прямо, что в поздний период гуссреля гуссрель отходит от этой схемы и уже иначе пытается объяснить, почему так в нашем сознании направлено на предметы. Что этому предшествует? Что такое это подразумеваемое? Оно не творится, оно обосновано нашим прошлым опытом. И этот опыт имеет социально-культурный характер. Но это поздний гуссрель и в основном неопубликованные его работы. Итак, последнее я завершаю проблемой. Какова же задача феноменологии в отношении окружающих наших смыслов предметов? Что мы с ними должны делать? Ну, я ответ сформулирую на языке теории познания, который, в общем-то, является одним из языков гуссрельской феноменологии. С этой точки зрения любые акты сознания – это познающие акты, в том числе и восприятие. И тогда данность этих актов можно сказать знания, можно назвать знанием. И задача феноменологии – это выявить условия их возможностей. Вполне по-кантовски звучит. А что к ним относится? Первое. Условия возможностей, которые делают наше знание всеобщим и необходимым. То есть вопрос, почему наше субъективное сознание дает объективное знание, для гуссрель актуален. И здесь мы тогда обращаемся к разного типа способ данностей, к разного типа функционирования сознания. То есть предметности разного типа даются сознанию по-разному. Вот тут можно вести различия между процессом и предметом, между живым существом и социальной личностью и так далее. И второй момент, который входит в условия рассмотрения условия возможностей знания по гуссрелю, он менее известен, это условия их истинности. Почему наше индивидуальное восприятие предметов является восприятием того предмета, который существует. То есть да, восприятия могут быть даны, примеры предмета, как они есть, но это только возможность, могут быть они даны. Но гуссрель в простом логическом исследовании предлагает критерии, которые, можно сказать, в каком случае наше восприятие дает предмет, как они есть, в определенном ракурсе. Не во всей полноте, в определенном ракурсе, а в каком случае нет. И вот это исследование условий истинности, оно проходит красной нитью через все творчество гуссреля, но несколько в затуманенном виде. Ну, например, также условия истинности формулируются для всеобщих сущностных, для сущностных свойств того или иного региона бытия и так далее. Но это тема другого доклада. Все. Благодарю вас. Пожалуйста, вопрос и суждения. Да. А вот скажите, пожалуйста, вот просто разъясните, это вопрос на разъяснение. Вот я смотрю, ну, не важно куда, вот на эту стену. Откуда я... Вот вы сказали, что, значит, осмысление-то происходит. Откуда я знаю, что я воспринимаю? Смысл или стену? Это очень наивный вопрос. Когда вы воспринимаете, вы не знаете. Когда вы приходите к терминологическую установку, вы вводите терминологию и начинаете некий набор развлечений, с помощью которого вы описываете акт восприятия, то, что вы видите. Подождите, а как же я могу описывать то? Я могу выдумать любую терминологию, но она тогда не имеет под собой никакого основания. Если я в действительности не могу отличить смысл от предмета, то какую терминологию не вводи, она будет пустой. Она... Эта терминология должна же чему-то соответствовать. Смотрите, можно сказать, что когда вы смотрите на стену, вы действительно видите предмет, если вы находитесь в естественной установке. Переходя в феноменологическую, этот предмет мы называем иначе. Мы называем, например, на эмо или смысл. Ну, вот эта игра чисто терминологическая феноменологов с терминологией, или это имеет какое-то соответствие в моем действительном актуальном состоянии? Я пыталась сказать, что это не только терминологическая игра. Это некоторое понимание гусселя, как функционирует обыденное сознание. Вот то, что оно предметно, является то, что оно осмысленно, то, что оно конкретно. Мы видим нечто как нечто, значит, мы уже как бы схватили смысл. В каком-то первом приближении. С точки зрения феноменологической установки, да? Хорошо, спасибо. Еще раз, подождите. То есть терминусмысл у гусселя очень часто чисто технический. Он не имеет того значения, которое, например, вы нагружаем, которое мы говорим. И вот очень часто, например, в среднем приближении творчества чисто технический. Хотя такое общефилософское тоже у него присутствует. Иногда он смысл отождествует сущностью. Тут надо опять вводить много различий. В каких случаях он допускает, когда нет. Вот я предложу пару примеров посложнее. Вот с этим справится тот терминологический аппарат, который предложен гусселем. Вот я еду в автобусе, идет дождь. Я могу видеть утилитарно Невский проспект. А могу, йоговское упражнение такое, могу переключиться и видеть это как картину Моне. Помните бульвары? Это берется с помощью смыслов, ноэм и прочих. Я выхожу из метро одного выхода Невского проспекта, вижу одно и то же, могу переключаться между четырьмя типами возможностей, которые относятся к моему студенческому бытию, к тому, как я работал доцентом и к тому, как я работал в другом институте, когда я должен был бы поворачиваться на крюковом канале. При этом я осознаю, что я занимаюсь этим упражнением, переключаясь между этим и их сравниваю. Это такие вещи для него что-то сложноватое. Смотрите, а с какой целью вы переходите в феномологическую установку? С какой целью вы переключаетесь? Это первый вопрос. Для тренировки и разоблачения наивного реализма в себе. Вы понимаете, цель феномологического исследования – это все-таки исследование, а не тренировка. Это не мы делаем практику, да, мы как бы… Цель исследовать, например, наш опыт, исследовать предмет с другой стороны, понять, насколько это является действительным или нет. То есть цель конкретна. Цель просто тренировки? Ну, надо подумать, возможно ли она. То есть невозможно исследовать. Можно исследовать каким-то способом, это другой вопрос методологический, чье-то там чужое сознание. Но исследовать свое сознание, его не изменяя, невозможно, это наивно. Как только ты это понимаешь, ты тут же переходишь к тренировке. Ну, смотрите, во-первых, вот в данном случае сегодня я говорила об исследовании мира, да, о исследовании внешней действительности. Что касается исследования самого сознания, то вот эти сгусали, что сущностные структуры, сущностные процессы не меняются в флексивной установке. То есть, конечно, рефлексия изменяет сознание. Когда мы исследуем гнев, мы сами уже не находимся в гневе, но вот сущностные моменты все-таки остаются. Принципиальные моменты все-таки остаются. То есть у нас есть возможность их зафиксировать. Понятно. То есть может получиться, может быть, но такая возможность, она есть. Спасибо. Так, еще, пожалуйста. Так, все. Большое спасибо, Анна Александровна.